Великая Отечественная война 1941-1945 года Никто не забыт, ничто не забыто Этот видеоролик посвящается бывшим несовершеннолетним узникам фашизма Фашизм отнял у них детство и юность Они последние свидетели этой жестокой войны 22 июня 1941 года верломное нападение Германии на Советский Союз Одной из целей Гитлера было уничтожение славянского народа В первую очередь евреев и коммунистов В годы войны на территориях оккупированных гитлеровцами В концлагерях, лагерях смерти и тюрьмах содержались 18 миллионов человек Из них более 11 миллионов были уничтожены Каждый пятый ребенок Я бежала куда, глаза глядят Но там я прибежала в одно место к одной женщине Она меня пожалела и дала мне документы с другой фамилией Фамилия Шпакова Нона Федоровна С этой фамилией и сказала Не менять никогда ни фамилии, иначе ее убьют и меня убьют Ну так я таким образом и находилась Вскоре нас, всех, кто был в этом лагере, нас всех увезли в Германию В Германии я тоже была в лагере закрытого типа Лагерь был окружен проволокой и забором Выходить из лагеря мы не умели права Мы находились в этом лагере Кормили какой-то баландой нас Два раза утром и вечером И я работала на заводе уборщицей Завод назывался Даймлер Бенц Этот завод находится в Берлине И я работала на этом заводе На работу с собаками меня выводили И после этого я долго думала, что все-таки наши придут Наши освободят И ждала, как появляются самолеты в небе Идет баблежка И думаю, вот-вот наши придут Так и получилось Что вскоре нас освободили Когда нас освобождали, я кричала Да здравствуй, Красная Армия! Для массового уничтожения людей Фашисты создавали концлагеря Освенцим, Бухенвальд, Дахау, Заксенхаузен, Люблин И много более мелких других лагерей смерти Средняя продолжительность жизни узников в лагерях Составляла не более трех месяцев Потом их сжигали Нас привели в лагерь Когда привели нас в лагерь Вот мы там день просидели Потом нас повели в баню Понимаете, в баню привели Там нам дали мешки вот такие бумажные Мы туда сложили все свои вещи Вот каждый написал свой адрес И зашли мы в баню Нас там окунули, остригли В общем, холодной водой окатили нас В общем, с бани мы вышли Нам дали полосатое платье В общем, лагерную рабочую форму Вот на ноги деревянные колодки Все И мы пришли в лагерь Здесь нас уже поместили по баракам Вот сам лагерь вот это Видите, вот бараки вот здесь Тут вот стена Двухметровая стена И тоже по ней протянута проволока Под током И так вот режим был там в лагере В 4 часа 30 минут был подъем Добавили, в общем, кружку горячей воды И 200 грамм хлеба пополам С опилками там После этого ходили на опыль Вот опыль стоит, видите Вот это опыль Вот это люди стоят по струнке Видеть грудь 5-4 человека Сначала нас проверяли Каждый блок эльтаса Которая была старше в бараке А потом следом за ней шла переводчица И оборолся Ерка Которые шли, проверяли нас И после этого мы стояли 2 часа на этом опыле Потом мы шли на работу Работала, ну, такая работа там была Не норму, не спрашивали, ничего Просто изнурительные работы были Кто где работал И вот, и когда мы на работе Мы работали 12 часов Если работа стоя Значит, ты не имеешь права сесть Если работа сидя Ты не имеешь права встать Работа у нас была вот такая, видите Вот ящики, коробки На огородах работали И вот если что-то вот стоит Вот это уже с нас палками каравулили Там за работой каравулили с собаками А внутри, где работали люди Там работали вот только Это старшие с плеткой ходили, если что Вот работа и вот здесь упала женщина Вот она шла и она уже от бессилия упала И теперь она уже в барак не попадет Потому что он ее добьет И она уже пойдет в крематорию Вот Это вот, это вот такая работа здесь Вот это в лагерь Такая работа была Знаете, непосильная работа была Потому что питание было плохое И работой мы изнурялись вообще до конца своих Вот это была крематория Вот это крематория Вот эти, где сжигали людей Там она горела день и ночь Особенно, когда наши войска взяли любовь Они уже не успевали сжигать людей в крематориях И они еще дополнительно Была в них газ камера В общем, газ камера была В эту газ камеру приводили людей И там какие-то доли секунды Люди погибали Там еще была секретная Секретная, как бы, зона Где были вот такие больницы для опытов И вот, когда приходили, в общем, пленные Брали пленных То отбирали самых сильных людей Самых сильных мужчин Ну и там вот С еврейского народа отбирали Туда брали кровь В этих людей, которые туда попадали Брали органы, брали Оттуда уже люди не возвращались Кроме издевательств, непосильного труда, террора, голода Заключенные подвергались медицинским опытам На них испытывались новые препараты Проверяли стойкость залежавшихся лекарств Силу различных ядов и отравленных пуль Наблюдали сопротивление здорового организма Заражению малярией, тифом и другими болезнями Проводились опыты по замораживанию Отрезали части тела и органы у живых людей Хранили их, как запасные части в холодильниках Для массового уничтожения узников Широко применялись крематории и газовые камеры Ежедневно сотни умирали Сутки 200-300 человек А как эти трупы убирали, не забудется вовек Люди все живущие на свете Я прошу, я умоляю вас Берегите мир на всей планете Помните, живем мы только раз К середине 1944 года Трупов было так много, что крематории Не успевали сжигать их Поэтому гитлеровцы устраивали огромные ямы И там открытым способом сжигали людей В один прекрасный день У меня мама разбудила Уже ночь прошла Мама разбудила Проснулась я и мама мне говорит Вот ты моя доченька осталась А теперь ты у меня одна Коли нету, Сени нету Умерли И младшая сестричка А ты у меня одна И мама вот своими руками Нам там же не разрешали Не хоронить ничего Так что своими руками Ночью землю копали как там В общем, чтобы положить этих детей Засыпать этой землей так хоть немножко Ну и вот И тут, значит, проходит время И нам И как вот, как бывает, господи Это же на разведке же Война же была Все Как-то делали Как-то сообщили Что будет наступление Чтобы наши уже люди Старались прижиматься к земле У нас не было ни Никакого Эти Никакого Настроения не было Ни сарая Ничего Мы под открытым небом В лесу Вот когда вам Вам Марина показала же эту картину Вот Это точно так И вот, значит, как начался этот бой Этот Пулеметы, значит Пулеметы 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 Прямо вот Мы к земле жмем Мама меня жмет Я уже осталась одна Вот И потом, значит, снаряды летят И, в общем, перелетают Вот так сделали, значит, это Ну, разведка это так сделала Там нам объясняли, что Перелетают Наш вот участок Не падает Среди Снаряды Вот именно В этот Дилагерь А вот перелетают Там Раз и бухнет Раз и бухнет И так, наверное, часа три или четыре Кто его знает уже Я же ребенок на это понимаю В общем, когда стало расцветать Успокоилось Тихо стало И когда, значит, это С нашей стороны Вот отсюда Откуда Откуда наши военные были Наша армия стояла На лошадях На лошадях Разведка приехала В наш этот лагерь Когда разведка Приехала Стали тут уже Бабушки, дедушки Все дети окружили Стали их Они стали Нас уговаривать Чтоб никто, значит Ну, чтоб сидели на месте Чтоб не двигались с места Вот Пока, значит И тут уже Нам, значит, потом Военная Кухня приехала Нам и чай И хлеба дали Нам и каши дали Ну, вообще Покормили нас Приехала На это Сама Русская Кухня И солдаты Ну, в общем, значит И просили Так И мы-то еще На этом месте Еще три дня Мы были Пока разминировали дорогу Кто не послушал А были же согнуты Из близких деревенцев Всех в этот лес В Азаричи В этот лагерь И, значит Кто не послушал Значит Пошли И кто пошли И так на мины На минах Подорвались Потом нас приехало Значит Приехали Мы уже просидели Потом приехала Советская армия Значит На русские приехали Нас погрузили На это На машины Везли нас Вот такие В лес тоже В бараки Ну вот Там находились А потом Наши забрали уже И мы при военной части Были В 44-м В конце 44-го года Нас привезли Домой Ну Наши места И вот Значит В это место Привезли Значит Выселили машины Еще помню Когда везли военные И говорят В Белоруссии родная Бульба дробная Гнилая Песни пели Ну Не были никогда Когда в Беларуси И тут в Беларуси Появились Вот так И мы еще Пожили там Ну и потом Значит еще Приехали домой Николай Все сгорело Бывшие несовершеннолетние узники Дети Которые выживали В те жуткие годы войны На их глазах Расстреливали Вешали Сжигали ни в чем не повинных Их близких Беззащитных людей В Алматы проживают 61 бывших Несовершеннолетних Узников фашизма Большая половина их Это больные Немощные люди Срадающие различными Хроническими заболеваниями Прикованные к постели И инвалидным креслом Их основной возраст 74-86 лет Большинство из них ветераны труда Не один десяток лет отдавшие Развитию экономики Науки Культуры Казахстана Для них Республика Казахстан Стала второй родиной Законом Республики Казахстан От 28 апреля 1995 года За номером 2244 Они приравнены по льготам И гарантиям к участникам войны Каждый год 11 апреля В международный день Освобождения узников Концлагерей Бывшие несовершеннолетние узники Собираются у Вечного Огня В Алматинском парке 28 гвардейцев Панфиловцев Чтобы вспомнить тех Кого уже нет в живых Пусть погибшим земля будет пухом Тем, кто выжил Поклон до земли С каждым днем остается все меньше Бывших узников концлагерей И мужчин седовласых и женщин Будьте к ним ради Бога добрей Бывшие несовершеннолетние узники фашизма Прожившие в Республике Казахстан Выражают благодарность Президенту Нур-Шутану Абишевичу Назарбаеву И правительству Республики Казахстан За мирное небо И счастливое детство Казахстанских детей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Казахстан